Дорогий Николаевич, приветствую. Добрый день, добрый день. Рад видеть. Взаимно, взаимно. Погода еще позволяет прогуляться, поэтому я предлагаю пройтись по парку, пообщаться. Великолепная идея. Здорово. Идем. Погода действительно была хорошая. Спортивный путь Андрея Мальцева был непростым. Ходил в разные секции, бегал за школу на лыжах, пытался играть в футбол. Тренеры в один голос говорили – не твое. Да и в семье спортом никто не увлекался. Очень неспортивная семья была, все умные. Кандидат в науку – это минимальное, что у нас было в квартире. Брат у меня вообще там профессором, причем в 32 года, по-моему, уже профессором стал. То есть я там с тремя высшими образованиями не котируюсь. Вот. И действительно умная семья, то все. И спортом никто никогда не имел никакого отношения. Ни мамы, ни бабушки, ни брат. Вот-то совсем. Школа, математика, пожалуйста, сейчас все это можно сделать. Вот. И когда случайно меня пригласили в футбол, естественно, меня оттуда через там 3 месяца, через 4 где-то выгнали, потому что, ну, там я был длинный, очень худой. И, конечно, я не мог там конкурировать с маленькими ребятами. Мне очень нравилось, что там был тренер, и он что-то еще объяснял. Это совсем для меня было, совсем просто феноменально. Я просто, это вот просто от этого, как говорят сейчас, просто радовался этому, тащился все. Ну, и потом, естественно, меня как-то выгнали. Мама пришла к тренеру, она сказала, что не надо вам сюда ходить. Мы приходили мимо секции бокса, он меня совсем как-то. И там была такая наклеечка баскетбол. Он говорит, баскетбол, ты пойдешь тебе поиграть? Я говорю, ой, давай пойдем. Я там где-то в пионерском лагере играл. Это было мне 13 лет уже. И сейчас это уже очень поздно. А тогда это оказалось нормально, потому что в баскетбол меня в 12 лет не приняли в детско-спортивную школу. Моего района, где я жил. И я начал заниматься в спортивном клубе Кировис, при Кировском заводе. Обычная секция, как вот в СССР говорят, что есть вот эти секции. Вот я в такой начал заниматься. Два раза в неделю я до 9 класса ходил заниматься баскетболом. Юрий Александрович Колесов вот увидел во мне недавно, мы с ним созванивались, как дай бог ему здоровья. Что-то ты увидел, говорит, ты вот совсем другой был. То есть я был очень слабый, чуть-чуть длиннее всех был, поскольку я вот на год, я всю жизнь на год старше с ребятами был. Когда я пришел потом как-то неожиданно в свой возраст, мне совсем стало неинтересно. Колесов, Штейнбок, Туманов, Кондрашин. О каждом из своих тренеров Андрей Мальцев вспоминает с теплом. Говорит, каждый внес вклад в его развитие. Каждый доводил до определенного уровня и передавал следующему. Но самой главной фигурой на спортивном пути был, есть и будет Владимир Петрович Кондрашин. Владимир Петрович Кондрашин, я так понимаю, что он сыграл в вашей жизни роль не только как тренер, да? Как внес вклад в становление вас как игрока, но и как человек. Конечно, конечно. Потому что я так понял, что у вас были очень доверительные отношения, вы общались. И такая связь, как вы сказали в одном из интервью, такая астральная у вас была. Он очень сложный человек был, он прожил тяжелую жизнь, он прожил блокаду. И он был очень немногословен. То есть о нем многие, кто по-разному все о нем разговаривают. Я не могу сказать, что он был как отец, но он был хороший старший товарищ, который показывал моменты именно баскетбола и жизни. То есть он прошел эту жизнь. И я, может быть, попал, но мне еще опять же повезло, что я попал в хорошее время, что он, так скажем, был уже, ну, когда 70-е годы были, когда их было много, вот этих ребят, которые попадали в 12 на Олимпиаду, хороший фильм сняли. Вот. И тогда была борьба. То есть с нами уже было где-то попроще. Он был, может быть, чуть помягче, ему это больше. Ну, для меня это вообще было кайфно. То есть работать с Кондрашиным, еще он тебе мог что-то сказать. А связь астральная была в том, что он, допустим, мог вот так вот сделать глазами. И мы понимали, что нам надо сделать на площадке. То есть, о, я понимал его, он понимал, что я понимаю его. Это донесу всем остальным, потому что там тоже не надо было бы разговаривать. Давайте сыграем вот эту пять в сторону. Для того, чтобы вот этого игрока выпустить, все, достаточно было с игроками тоже переглянуться. Но команды получалось, что где-то в какой-то момент все шли сюда. У меня также был там тоже хороший старший товарищ, который тоже пришел из Москвы, переехал играть Кондрашно в Ленинград тогда. И к нему ехали люди. То есть, как бы, и думаю, что те, кто у него долго, красиво, счастливо играл, они всегда о нем будут говорить. Да, он сложный был человек, но все равно он давал то, что никто другой в тот момент дать не мог. На ваш взгляд, в чем тренерский гений Кондрашно? Он очень много работал и анализировал. То есть, у него, он тогда первый вот эти, то, что смешно говорят, когда он книжки возил, эти, возил кассеты. Это сейчас информацию, я кнопочку нажал, и у меня опять тренировок. Тогда этого никто не знал. И когда он это все давал нам, во-первых, он нас очень берег. В баскетболе, вот в моем понимании, он один из тех людей, их немного, которые понимали его изнутри, и ему сложнее было это перенести нам, потому что он был так косноязычный достаточно. То есть, он не очень хорошо говорил, но понимал он много, ему тяжело было. А я, может быть, понимал какой-то язык его вот этот. И поэтому нам с ним легко было. То есть, он мог позвонить на эту самую смешную историю, мы просили. Смешная история, фантастическая. Петрович там наверху услышит, тоже посмеется. Значит, мы с Женей Кисуриным вместе, мы там долго, лет шесть жили в одной комнате. И с утра встречаемся, он говорит, мне вчера Петрович звонил. Он такой, да, ну, он звонит, там, 68-72. Я понимаю, что это голос Лавиа Петровича. Я говорю, кто? Тогда же не было информации. Там ВЭФ обыграл «Динамо» Тбилиси. Для нас это было важно по турнирной таблице. Я быстро сообразил, спросил, кто. Ну, он говорит, конечно, там ВЭФ, по-моему. Ну, я такой, о, классно, там табличка. И в этот же день он звонит Евгению Владимировичу Кисурину. И он такой, говорит, там, 68-72. Он говорит, не туда попали. И мешает трубку. На утро мы встречаемся, с Женей разговариваем. Конечно, то есть, там посмеялись. То есть, он посмотрел на меня, типа, ну, вот, человек-то понимает, а ты тут дурачачек молчишь. Вот. Ну, вот таких вот штучек. Он всю жизнь жил за баскетболом. То есть, его семья жила. То есть, как Евгений Вячеславович, который вот эту бытовую, как вы говорите, тоже вещь, он был только готов все на баскетболе. Юрка, который как раз ему помогал, имея там определенные проблемы, тяжелые со здоровьем, он как раз вот это все, он знал там 5 или 6 языков. Это сын. Сын, да, он именно знал эти 5-6 языков, помогал ему именно с переводом. 90-е для спорта, как и для всей страны, были периодом сложным. В составе «Спартака» Андрей Мальцев становится чемпионом СНГ и принимает решение о переезде за границу. Сначала была Турция, потом Швеция, затем Китай. Те сезоны, которые проявили не в России, какие-то самые яркие воспоминания? Куча всяких, конечно. В Китае там было, я уже с сыном там был, там было смешно. То есть, как бы некоторые моменты, то есть, он первое слово выучил пуяо, не трогайте. Потому что они все должны были дотронуться до белого кожи лица, до лица, и они тянулись туда. Но когда он поцеловал в щечку, он очень такой был, дружелюбный. Ему он не понимал, ему не нравилось, что все. Но там был директор ресторана, которому он, он когда приходил, то есть, Витя, вот тогда у меня один был, Саша сейчас, тогда еще не было в проекте даже, он не ходил по земле. То есть, он говорит, типа, мне объяснили через переводчика, что белый мальчик, вот этот, который улыбающийся, он не должен ходить по земле, он типа святой, его надо носить на руках. Он приходил в зал, его носили на руках 2 часа во время. В какой-то момент расчувствуешься, Витя научмокнул в щечку. Все, после этого, все, что бы он не захотел, он получал. То есть, мы хотели, мы приходили в этот ресторан, это был директор ресторана, маленькая кафешечка, так бы я назвал ее. И он приходил, получал там все, что он хотел. То есть, что бы он не хотел, сейчас мы приготовим, сейчас мы привезем, сейчас мы купим. Поскольку у них все это свежесть, они делали для него все, что угодно. Но он вообще после этого перестал. То есть, он приходил, мы приезжали на автобусе, из автобуса уже стоял директор, он его брал на руки, и он не передвигался по земле. Родился и вырос Андрей Николаевич в Ленинграде. Там же состоялся и как профессиональный спортсмен. В начале нулевых карьера игрока подходила к концу. Этот этап баскетбольного пути близился к завершению. Впереди был новый, тренерский. Начался он в Санкт-Петербурге, но как тренер Андрей Мальцев состоялся в Москве. Абсолютно верное замечание, которое было, что как тренер однозначно я состоялся в Москве. То есть, мне очень сильно повезло, что когда я пришел главным тренером Спартака, и меня перевели после этого там нескольких неудачных матчей в молодежную команду, через 300 метров от нашего здания базировалась команда «Динамо». Санкт-Петербург была такая в свое время. И там был главным тренером Дэвид Блатт. А руководителем был Владимир Ставьевич Родионов, у которого я проиграл три сезона. Я позвонил ему, я говорю, можно ли я поприсутствую, хочу узнать, что будет. Тогда Влад только-только начинал еще. Он только ушел из Макаби, он еще не был не обладателем кубка. Он выиграл кубок ФИБО в этом же году. Он не был еще чемпионом Европы. Великолепный человек, который пришел, сел. Мы с ним сыграли товарищескую игру, мы с ним сыграли чемпионат, проиграли. Он говорит, Андрей, пожалуйста. И мы с ним... И все, что можно было. Он меня допускал до момента, что я был на предыгровом собрании. Сейчас, наверное, это невозможно даже себе представить. Предыгровом собрании перед игрой. Я мог находиться в раздевалке, где это святая святых. Он говорит, Андрей, у меня к тебе нет вопросов. Все, пожалуйста. После этого я успел позвонить Сергею Валентиновичу Кущенко. Я говорю, Сергей Валентинович, я приехал в Москву, готовиться к Европе. Дуда в зале. Я говорю, могу. Он говорит, через три дня узнаю. Пришел, Дуда разрешил. Он говорит, как, Андрей, пожалуйста. А Дуда меня еще помнил, потому что мы с ним вспоминали, когда он еще Шибенек тренировал, мы играли Спартаком против него. То есть он меня игроком еще там вспомнил. А потом в этот же момент, когда меня пригласили в ЦСКА, только приехал Месина. То есть вот это кладец вообще знаний, которые все лежат по полочкам. И где просто их надо просто собрать и получить, и попробовать их реализовать через свою, какую-то призму своего баскетбола. Потому что у него, который, топовые люди, которые играют и делают вот это на раз, два, три, не все проходит в юношеском, не все проходит, так скажем, в баскетболе, который не уровень там сборной или Евролиги, не все. И вот это надо четко отфильтровать, понять, где пережимания, где недостаток, где еще что-то, что-то может поменять и все. И когда буквально там за три года у меня получился вот такой набор, надо было это все просто где-то систематизировать. Когда через там где-то три-четыре года у меня вот получился такой пул, в который я уже только добавлял. То есть начиная с Владимира Петровича, потому что некоторые вещи, которые мы сейчас говорим, они тогда он нам давал, ничего не поменялось. Ничего. То есть некоторые упражнения, которые делаю, и когда я пришел сюда, я больше могу сказать, ну и Тудис, понятно, мы там 8 лет отработал, там первые 5 лет я от него там собрал все, что можно, просто он уже был, он был уже, так скажем, вот он одинаковый. То есть Миссино менялся. То есть особенно второй его приход после того, как он был в НБА, еще было интереснее из него забрать. То есть он был уже из НБА тренером, он сидел там помощником и работал там, и понимал уже только следующую специфику. И это было фантазично. Ну если у нас тогда по тем временам тренер Клиперс приезжал к Миссине и говорит, вот здесь надо учиться, то есть у него Леброн Джеймс тогда играл. Когда вот это все ты оттуда собираешь и привозишь к себе, и даешь что-то свое, и в что ты веришь, получается, наверное, какая-то тренерская философия. И при условии, что баскетбол тоже меняется, то есть тот баскетбол, который я еще играл, он совсем другой, который играет сейчас, даже тот, который буквально еще лет 5 назад играли. Он меняется. Но какие-то есть вещи, которые можно их применить и к современному баскетболу поменять. Потому что если не учиться, тогда ничего не будет получаться. Как считаете, вы обладаете таким же качеством, как вот обладал Кондрашем, то, что он на протяжении всего своего тренерского пути учился? Вот, наверное, здесь, наверное, да. Вот здесь, наверное, можно, просто с Кондрашем не хочу сравнивать, потому что вот это уже слишком великий. Слишком недосягаемая величина. Однозначно, однозначно. То есть нет, я не то, что там. Ну, во-первых, для того, чтобы сравнивать с такими топами, это топы для меня. Тренерский вот этот штаб Влад, Ивкович, и Тудис, и Миссины, это однозначно. Ну, Владимир Петрович, да, у него олимпийская медалька есть на всякий случай. Тоже ее надо выиграть, то есть хотя бы. Поэтому здесь я даже не хочу там себя сравнивать, но понимание, что от них можно было что-то забрать. То есть Ивов Петрович, он всегда тоже смотрел. Мы даже когда приезжали на какие-то турниры, играет какая-то там вот финская команда. Мы там в Финляндии недалеко часто ездили туда, на какие-то дружеские турниры. У нас там города Побратимы. И какой-то приезжает финны, шведы какие-то, и он все время сидел, смотрел. Что-то оттуда можно было одно хотя бы забрать. Если ты из... Ну, сейчас летом был семинар, я забрал, так скажем, две штучки. Все, я счастливый человек. Я потратил два дня для того, чтобы я их себе записал, и я могу их применить. Все, мне больше ничего не надо. Сейчас в команде, которую вы возглавляете, в Химках играет ваш сын Александр. Бега просто. Это самое главное. Я читал его интервью, он сказал, что вы ему спуска не даете. Нет, я... Во-первых, я вижу в нем больше потенциал. Я во многих. То есть, ну, здесь опыт. Вот здесь уже опыт чисто. Потому что как-то вот с детства мне нравилось возиться с этими самыми, с молодежью. И даже когда я 4 года играл за дубль, по тем временам меня пробил Владимир Петрович. Можно было только 3 года играть, но поскольку Владимир Петрович тогда обладал в СССР еще властью, мне разрешили играть 4 года. Там единицы играли только те, которых вот там Валера Гоборов, то есть те, кто подпадал под национальные сборные. И ему, конечно, возвращаясь к нашему вопросу, ему, конечно, тяжеловато. Но потенциал, который я вижу в нем, а мне хочется полностью развить. То есть вот как Петрович нас выжимал. То есть если он понимал, что ты все уже, ну да, иди там играй, ты можешь в другом клубе где-то, в другом, не у него. А у него надо было вот, ну не то, что какой-то прогресс, и понимание его баскетбола именно. Специфического. Его нельзя объяснить. То есть баскетбол контрастный, невозможно объяснить. Вот у нас неплохую фразу мне сказал один мой игрок, который тоже со мной уже 10 лет. Мы, говорит, другим-то не даем играть, и сами не играем, но выигрываем. Вот типа что-то вот, вот какой-то такой микс, что задача разрушить тех, потом что-то свое создать из мастерства, которое у тебя есть. Но при этом он, наверное, он вообще не самый зрелищный был баскетбол. Но эффективный. Но эффективный, да. То есть как бы то, что там мы взаевывали медали, то есть это по тем временам, когда мы первый свою медаль бронзовую получил, ЦСКА чемпион, по-моему, Жальгерец второй. Мы третий на фоне всего остального СССР. Ну это просто фантастика была. То есть как бы я как раз же бронзовую медаль получил, и тещи поменял на жену. Я говорю, давай меняемся. Эквивалентный обмен был. Да, эквивалентный. Бронзовую медаль СССР. Андрей Николаевич, ну переходя уже ближе к Химкам, с того момента, когда вы стали главным тренером команды, и вот по сегодняшний момент, вот что пришлось преодолеть, с какими трудностями пришлось столкнуться. Американские горки. Меня, по-моему, там 13 мая уволили из ЦСКА. И через 8 месяцев я обыгрываю, будучи главным, исполняющим обязанности главного тренера, ну будем считать уже главным тренером, обыгрываю Реал в Евролиге. То есть момент безработицы. Какой-то там, по-моему, месяца полтора. Потом у меня получился очень тяжелый ковид. Я только месяц, наверное, по-моему, 3 недели лежал в больнице. Пережили это, потом начали вроде как работать. Пришел молодежь Кухимок. Потом мне вот звонок, давай переходи сюда. Потом поменяли здесь. И буквально в течение года у меня вот такие американские горки. После этого получилось. Ну самое интересное, что вот я благодарен той команде, что она так меня приняла. Хотя они там в зале против Сереги Мони. Я еще играл, когда он молодой был. То есть остальных ребят не застал. Остальные вот эти все. И американцы, которые были, они вот выполнили свой, так скажем, гражданский долг баскетбольный на все 100%. Очень приятно. Профессионалы в высшей степени. Великолепные ребята. Все отыграли. Все, то есть как бы все хорошо. И они мне дали уверенность в том, что ничего там страшного в этом нет. То есть тебе доверили, и ты получаешь. Потом был страшный период безвремени, когда я собрал одну команду на уровне Евролиги. Когда еще вопрос можно было стоять. Вторую команду я, это был май. Потом в июне я собрал уже команду только на ВТБ, без Евролиги. Потому что мы уже понимали, что Евролига навряд ли. После этого я собрал команду для Суперлиги. И в итоге 2 сентября на попечительском совете было решено, что все-таки мы живы. И в сентябре я уже собирал четвертую или пятую команду, которую собирал. Ну я позвонил, ребята, я говорю, если там-то так-то будет, вы готовы, да. Каждый мне позвонил, говорит, я не могу больше ждать, я ухожу. Я говорю, нет вопросов. То есть все, потому что мы начали с 11-го места. В том году мы попали в тройку. И сейчас мы уже точечно покупаем людей для того, чтобы вот этот базис, который мы тогда создали, и принципиальная позиция еще здесь, что мы только русскими же играем. Мы не хотим, то есть у нас, как сказать, пол иностранца было, это Саня Жигулин. То есть он у Казахстана. Из Казахстана, но он русский, он там просто родители в целину поехали осваивать. То есть там даже не родители, бабушка с дедушкой, то есть еще. Вот, он как бы наш русский был, то есть там никаких. И мы хотим показать, хороший пример НБА московская, что русскими тоже можно быть конкурентоспособными. Для чего это надо? Есть условия, великолепный зал, великолепная база, недалеко от Москвы, то есть локация идеальная. Значит, есть все возможности, есть сейчас понимание о том, что мы не выскакиваем из штанов, мы там не платим миллионы и так далее. Но мы понимаем, что то, что мы обещаем, мы выплачиваем в полном объеме. Даже иногда бывают приятные сюрпризы, когда руководство вот видит нашу самоотдачу. Все, кто видят, что мы отдаемся, все понимают. И здесь классно получается, что когда ребята работают, они видят свой результат. Во-первых, медальки повесили, финансовый вопрос утвердили. Никаких вопросов по заключению контракта не было. Мы за месяц переподписали всех, кого мы хотели. И все остались, и все радостно работают. То есть условия мне надо попросить. То есть тренерским штабом мы попросили, там нам надо сбор в Кисловодске, пожалуйста. Ну все, условия все есть, только надо работать. Но здесь вопрос встает, что вот эти американские горки в том году наверх. Я не очень хочу сейчас куда-то падать. Я хочу еще чуть-чуть наверх, а потом уже мы будем думать, падает нам куда-то или нет. Потому что в теории, конечно, мы очень много из этой команды выжили. Но вот эта команда еще сильнее, чем прошлогодняя. Из нее можно дожать еще побольше. То есть опять же, это уже у некоторых второй, третий год со мной. Кто-то уже будет больше, лучше понимать. И здесь надо просто из этого вынести максимально пользу. Опять же, здесь как мозаика. Все должно срастись. Кубку вы встречу первую отыграли. Победили. Да. Впереди уже первая игра, получается, чемпионов Суперлиги. Команда готова. Я думаю, что сейчас процентов 70. Никто не собирался выходить на 100% именно к первой игре. Она не ключевая. Нам надо поймать вот этот баланс где-то процентов 80-90. И на нем идти туда, вот так скажем, основную часть сезона. А потом еще вот там, потом еще добавить. Там это к плей-оффу. Что мы потом не будем в сезоне так много тренироваться, потому что мы все паузы, которые мы постараемся как можно дольше участвовать в кубке, как было в прошлом году. Ну и вот тоже ребята, честно говоря, я тоже благодарен. Они, правда, потом тоже поняли. На Новый год мы их даже не отпускали. Мы тренировались с 30-го и 2-го. Но у нас были важные игры как раз на выезде. И мы их обе выиграли. И они тоже понимают это, что вроде конечно хочется и отпраздновать и так далее. Валерий Ставьевич Родионов, он вежливо тогда еще сказал, что Новый год не праздник для профессионалов. То есть, когда Евролига была, люди иногда играли 30-го или 1-го или 2-го там и так далее. Это не праздник Рождество, они пропускали. А Новый год во всех европейских странах и Евролиге это было. Все же играли, ну что, давайте тоже то есть будем. И за счет этого, что они поверили вот в некоторые вещи, благодарен ребятам, что они вот это потом туда пришли и получили это. Они же радовались, они же выигрывали. Не я же за них мяч от вас забиваю. Как выигрывать? Ну, Николаевич, я хочу вам пожелать удачи в предстоящем сезоне, чтобы вы взяли золото. Вы этого заслуживаете. Ну, игорь покажет, всех приглашаем. И я хочу вас поблагодарить за этот разговор. Было очень приятно пообщаться. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok